Здравствуйте! В эфире новости в студии Сутон Еси Токаева. О самых заметных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. С рабочим визитом на полуостров прибыл вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснулин. Сегодня он ознакомился с ходом строительства крупных инфраструктурных объектов в Севастополе и провел ряд рабочих совещаний. Айша Шулакова готова поделиться подробностями. Рабочую поездку вице-премьер российского правительства Марат Хуснулин начал с осмотра хода строительства 8-го заключительного этапа трассы Таврида. Его протяженность 7,5 километров. Четырехполосная дорога дойдет до въезда в Севастополь со стороны Ялты, где будет построена двухуровневая развязка. Марат Хуснулин отметил, что строительство 8-го этапа Тавриды могут закончить раньше срока. Сегодня попросили подрядчика посмотреть, возможно, нельзя ли ускорить еще ввод этого объекта. Поэтому он сказал, что возьмет еще пару недель, посчитает, может, мы даже раньше его сможем ввести. Хотя они идут сегодня по плану. Также прокомментировал строительство съездов с трассы к курортным городам Крыма. У нас четыре съезда предусмотрены. Один съезд до Феодосии мы будем делать за счет федерального бюджета Росавтодор. Остальные съезды будут сделаны за счет заказчиков будет Республика Крым. По всем съездам идет полным ходом проектирования. Задача закончить не позже декабря 23-го года. Кроме того, Марат Хуснулин заявил, что бурение скважин для добычи пресной воды из-под Азовского моря ориентировочно начнется в июле. Запасы воды обнаружены после пробного бурения. Завтра вице-премьер правительства Российской Федерации посетит Республику Крым. А еще Шулакова Ромазана Левапов, телеканал Милет, Севастополь. Без прописки, без документов. Общежитие в селе Верхняя Кутузовка осталось бесхозным. Еще до 2014 года оно числилось на балансе Рескомнаца, который ликвидировали. Вместо него создали Госкомнац. А про людей, проживающих в общежитии, так никто и не вспомнил. Жильцы уже обратились во все инстанции. В ситуации разбиралась Севиля Меметова. Это бывшее здание Крымско-Татарской школы. Сегодня здесь проживает 9 семей. Все они приехали сюда еще в 90-е годы. Здание нигде не числится. Люди прописаться здесь не могут. И живут, опасаясь остаться без крыши над головой. Одной из первых сюда переехала семья Зарема Джетере. В январе 1995 года. После того, как сгорел их дом. Мы заселились, якобы совхоз Алушта передал все Рескомнацу. Значит, и здание на баланс. Ну, а потом оказалось, что нигде оно не числится. Общежитие много лет находилось на балансе Рескомнаца. Но в 2014 году было создано новое ведомство. Государственный комитет по делам межнациональных отношений. А здание на его баланс не передали. Жильцы пригласили на собрание представителей Госкомнаца, администрации Алушты, депутата Государственной Думы Руслана Бальбека. Об этой проблеме стало известно Госкомнацу в текущем году от администрации города Алушты. На сегодняшний день уже создана рабочая группа, по которой, я думаю, мы определим сроки в виде дорожной карты и будем потихонечку двигаться в правильном направлении. Основная цель – придать общежитию статус жилого помещения. Тогда жильцы смогут получить прописку. Для этого в первую очередь должны провести экспертизу здания. Я думаю, что они это сумеют быстро и оперативно сделать. А дальше мы, согласно дорожной карте, поможем выписать ордера и дальше работать уже по прописке и предоставлению этих комнат как жилые комнаты. Уже после этого Госкомнац сможет взять общежитие на свой баланс. На все процедуры уйдет больше шести месяцев. По итогу уже протокольных решений и наличия дорожной карты я обращусь к главе республики. Таким образом засилим через институт главы республики данные решения. И, конечно же, все сроки, все обязательства, поручения попадут уже в аппарат контроля Совмина. У жильцов забытого общежития появились все шансы легализовать законное право и получить документы на свои квадратные метры. Севелия Миметова, Саид Велиляев, телеканал Милет, Алушта. Цветы, подарки и песни военных лет. И все это для ветерана Великой Отечественной войны Алексея Хавтурина. Ему уже 101 год. Алексей Хавтурин был призван в армию в 1941. Служил во Львовской области и городе Перемышль. Участвовал в освобождении Кавказа, Крыма и Севастополя. За боевые заслуги и мужество награжден 20 орденами и медалями. В том числе орденом Отечественной войны второй степени и медалью за оборону Кавказа. Поздравить и поблагодарить ветерана за мирное небо над головой приехал председатель Комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Если в прошлом году в Бахчисарайском районе было 14 ветеранов, то в этом году, к сожалению, осталось только 7. Поэтому каждый день общения с ними надо вот не только ловить, но и приводить молодежь, приводить детей. Даже это если будут первоклассники, а уж тем более старшеклассники, они должны из этих уст вживую свидетелей узнавать, как тогда они выживали. Натуральные фермерские продукты, высокое качество и доступные цены. В Севастополе стартовала первая гастрономическая ярмарка «Рыба, не мясо». О кулинарных изысках и морских деликатесах расскажет Лилия Ислямова. Во время майских праздников одна из торговых площадок Севастополя превратилась в увлекательную тропу вкусовых впечатлений и незабываемых эмоций. Здесь стартовала первая гастрономическая ярмарка под названием «Рыба, не мясо». Рыба в ассортименте всего около 40 наименований. Форель, горбуша, скумбрия, белорыбеца, селедка, макрель. Ее привозят из Краснодара, затем коптят на ольховых или вишневых опилках, после чего вкусный и ароматный деликатес попадает на прилавки. Молочные и мясные вкусности, твердые сыры и разнообразие сливочных сортов. Продукты, приготовленные по традиционным рецептам, отличаются натуральным вкусом и отменным качеством, которые уже оценили покупатели. Сыр, колбасу. И что-то еще. А и квас из лаванды. И очень вкусная клубника из джанкоя. Помимо продуктов питания, здесь можно приобрести уникальные аксессуары ручной работы. Правильнее всего завлекать покупателей улыбкой и хорошим настроением, считает Татьяна Загузина. Я делаю заколочки, резиночки для девочек и еще игрушечки для малышей. Мероприятие проходит в формате пикника с фермерским рынком. Здесь можно не только приобрести товар, но и просто отдохнуть всей семьей. В программе эстафеты, детская анимация, аттракционы, мастер-классы и различные соревнования. Я уже видела все. Но такой красоты, как здесь, я не видела. Очень прекрасно. Поле, травка, чистый воздух, незагазованный, трасса далеко. Вообще прекрасная ярмарка. Ярмарка «Рыба, не мясо» работает с 12 дня до 7 вечера и продлится до Дня Победы. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, телеканал «Милет», Севастополь. Бесперебойная работа цифрового оборудования, квадрокоптеров и экшн-камер, а также устройств, с помощью которых ведутся прямые трансляции с места событий. Четкость картинки и никаких сбоев в эфире. Все это зона его ответственности. Еженедельная рубрика «Милет» и его команда. Технический директор телеканала Александр Мишалкин. Телеканал становится ярче, фактурнее и оперативнее. Можно сказать, ближе к зрителю. Мы показываем происходящее в прямом эфире. Праздники, концерты, творческие встречи, культурные и спортивные события. Для воплощения в жизнь творческих задумок нужна мощная техническая база. Разобраться в этом непростом вопросе может только специалист высокого класса. Технический директор. Александр Мишалкин ежедневно контролирует бесперебойное вещание телеканала. Творческая составляющая вне его компетенции. Все остальное – зона ответственности технического директора. Доброе утро. Доброе. Все в порядке? В порядке. Как сигнал? Все хорошо? На телеканале «Милет» работает уже второй год. Богатый опыт и трудолюбие помогли в прошлом инженеру аппаратно-студийного блока стать техническим директором. Телевидение всегда интересовало меня. Я 20 лет назад пришел еще с парнишкой молодым. Пришел туда техником. Глаза горели. Работали, можно сказать, за еду. На канале трудятся много молодых специалистов. Конечно, им предстоит еще многому научиться. Александр Мишалкин, как квалифицированный специалист, объяснит, подскажет, а порой и устранит возникшую проблему. Перебои с электричеством частенько. То есть оборудование выходит из строя, приходится все бросать, бежать на работу, восстанавливать это все, поднимать ребят. Он занимается и административной работой. Ищет новое оборудование для того, чтобы зритель увидел качественный телепродукт. Мы сейчас обновили парк операторский. Купили ТЖК камеры комплект. Закупаем, обновляем оборудование эфирное тоже. Стараемся идти в ногу со временем. Программа идет уже 16 минут, а в монтажных продолжают делать сюжеты для эфира, как говорится, с колес. Все это было бы невозможным без мощной технической базы. Телеканал «Милет» работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы работаем для вас, чтобы конечный телезритель получал отличный продукт. Разобраться в звуковых и световых схемах, в типах приборов, микрофонов, пультов, найти поломку и быстро ее устранить. Александр Мишалкин с техникой НАТЫ без телевидения свою жизнь не представляет. Отсюда мы осуществляем вещание на «Спутник», на РТРС. Собственно, здесь, в сердце телеканала. Разнообразный и интересный контент в сетке вещания. Труд большой телесемьи. И каждый из нас старается «Милет и Чун». На этом все. Оставайтесь с телеканалом «Милет». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!